МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные события этого дня прямо сейчас в Центре новостей в студии Марины Чернышевой. Добрый вечер. Уровень безработицы в регионе вернулся к доковидным показателям и не превышает 2%. В числе безработных около 9 тысяч астраханцев. Ситуацию в сфере рынка труда обсудили на заседании областного правительства. Довести показатели рынка труда до значения 2020 года задача приоритетная. И с ней в региональном центре занятости справились. Положительная тенденция за прошедшие 2 года работодатели адаптировались к условиям. Безработным оказывают психологическую помощь и помогают выбрать или сменить профессию. Кроме того, внесены изменения в закон о занятости. Теперь, если соискатели не приходят к работодателю, размер пособия по безработице снижается на четверть. В случае отказа от должности выплаты и вовсе прекращаются. Работу сейчас ищут чуть больше 6 тысяч астраханцев. В преддверии начала сельхозработ в правительстве обозначили ключевые задачи. Это и трудоустройственно заявлено работодательной вакансией. Нами трудоустроено более 22 тысяч человек. Профессиональное обучение и преподготовка безработных граждан. Содействие в организации собственного дела с предоставлением финансовой поддержки. Включая реализацию региональных проектов деловая мама и папа предприниматель. Не допустить увеличения количества безработных. Максимальная задача с вопросами сохранения потенциала по рабочим местам. И очень важный вопрос по миграционной политике задействования мигрантов. В течение всего года агентство занятости проводит обучающие курсы для всех соискателей, начинающих специалистов, предпенсионеров, женщин в декрете. С прошлого года регион включился в программу «Молодежное предпринимательство» в сельских районах. Участникам программы выделяют субсидию от 100 тысяч рублей на дооснащение, расширение предприятия. Глава региона поручила отслеживать ситуацию на рынке труда, не допускать негативных трендов, особенно в сложившейся финансово-экономической ситуации. Главам ведомств, в том числе и муниципалитетов, поручено не допускать роста долгов по заработной плате и ориентироваться на внутренний рынок. Ситуации мы должны очень быстро и эффективно перенастроить экономику на другие рынки, и в экспортном, и в импортном сегментах. О финансовой стабильности говорим сегодня с Виталием Милоновым, заместителем председателя Комитета Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и детей. Виталий Валентинович, добрый вечер. Добрый. Что будет с покупательной способностью в перспективе двух-шести месяцев? Конечно, мы сейчас видим некий эмоциональный ажиотаж, который объясним тем, что многие люди не до конца понимают перспективы, и в информационном пространстве очень много слухов и домыслов, профессионально никоим образом, кстати, не подтвержденных. И самое важное, что сейчас надо помнить, о том, что решения, принятые в эти дни, как правило, будут ошибочны, потому что эти решения будут пронизаны неким страхом, нестабильностью, и вы, как правило, сделаете невыгодные для себя решения, это точно. Что касается покупательной способности населения, то, конечно же, здесь очень многое зависит от нас самих. Ограничение импорта и рост курса доллара, безусловно, положительно скажутся на местных производителях. То есть местные производители должны получить небывалый объем новых заказов, потому что они должны будут заместить нехватку импортных товаров. И здесь как раз получается, что мы можем ожидать увеличения рабочих мест. То есть грамотно проводимая миграционная политика вместе с политикой по налоговым льготам и стимулированию открытия новых производств позволит нам серьезно увеличить и среднюю зарплату, и серьезно увеличить количество рабочих мест. Это в общей сложности скажется положительно на экономическом состоянии в нашем обществе. Так пристально за новостями читатели давно не следили. И ни одно сообщение о курсе валют в санкциях компаний не остается незамеченным. Вопрос, который и мы часто слышим. Каким будет эффект и в чем это будет выражаться? Я вам честно скажу, как человек, не надо так внимательно следить за курсом евро и доллара. Вот не надо. Это не наше. Поймите, к реальной экономике в стране это имеет как минимум опосредовательное отношение. И наши попытки быть в модном тренде, следить за курсом акций, волатильностью и прочими показателями, для нас, для людей, не имеющих высшего экономического образования, эти позиции ничего же нам что-то не скажут. А наши выводы, как я уже сказал, будут, скорее всего, ошибочными. Не надо следить за курсом доллара, не надо следить за ценой нефти. Потому что для нашей с вами реальной жизни эти показатели не такие важны. Главное сейчас у вас очень хорошие репортажи. Я рад, что моя инициатива воплощается в жизнь, что бездельников должно быть меньше. Главное сейчас мы в это время должны понять, что у нашей страны есть колоссальный шанс возродить собственную промышленность, собственное производство и перестать быть зависимым, перестать носить непонятно какие вещи, пользоваться непонятно какими-то гаджетами. Такой шанс, ну вообще о таком шансе можно только мечтать. Ведь мы можем запустить собственное производство, мобильные техники. Все это реально. Если в Китае в каждом подвале могут производить мобильные телефоны, то почему мы не можем у себя на хороших наших производственных площадках это то же самое настроить? Я верю, что это будет русской весной русской промышленности. Главное не пользоваться западными химическими присадками, которые отравляют нас и наших детей. И вот это очень хорошо, что теперь все эти пальмовые масла, все эти химические лютые смеси, они не будут поступать к нам в страну, и у нас будет натуральный хлеб, натуральное мороженое и полезные сладости. Спасибо. На прямой связи со студией был Виталий Милонов. В России запустили портал «Объясняем.рф». Новый информационный ресурс станет источником проверенной, официальной и, что немаловажно, оперативной информации. Сегодня об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин в ходе встречи с главами муниципальных образований Астраханской области. Для руководителей муниципалитетов провели обучающий семинар по вопросам развития системы местного самоуправления. Перед началом обучения глава региона обсудил с главами районов и населенных пунктов текущую ситуацию. Игорь Бабушкин дал поручение руководителям муниципальных образований помогать населению отличать проверенную информацию от фейковой и уделить особое внимание подросткам и студентам. Вы представители самого близкого к нашим землякам, муниципального уровня власти. Мы с вами отвечаем за этих людей, за их социальное самочувствие. Значит, мы должны постоянно говорить с ними и отвечать на те вопросы, которые сегодня их волнуют. Те вопросы, которые задают сегодня наши подросшие дети и те вопросы, которые неизбежно возникают. Игорь Бабушкин сообщил, что в регионе создан штаб антикризисных мер. В него вошли министры, представители ведомств и бизнес-общественники. Губернатор встретился с руководителями банков. Они заверили, что наличные в регионе есть. И банки смогут удовлетворить даже повышенный запрос астраханцев. Также в ходе встречи обсудили работу в сфере мониторинга цен и наличия продуктового запаса в регионе. Минпромторг, Минсельхоз совместно с антимонопольной службой контролируют ситуацию на продовольственном рынке. Заключено соглашение с ведущим торговыми сетями. Цены на некоторые продукты первой необходимости в борщевой набор расти не должны более чем на 5%. Ведем мониторинг цен. У нас повышенный спрос полностью сопровождается закрытием предложений со стороны сетей. Ажиотажа нет в поставке товара и запасы от 19 до 30 дней. То есть отказов поставщиков в поставке товаров нет. В Астраханской области сегодня простились с Арманом Наренбаевым. Уроженец села Бакланье Красноярского района погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Донбассе. На церемонии прощания сегодня присутствовали родные сослуживцы-земляки Армана Наренбаева. В селе Бакланье Красноярского района всего 5 улиц. Здесь проживает около 600 человек. И понятно, что многие Армана Наренбаева знали лично. Раннее утро. Здесь собирается едва ли не все село. Арман вместе с семьей, с женой Руфиной, сыном и дочерью проживал в Астрахани. Он знал, что он родом из этого села. И для него каждый житель села это как свой родной человек. Говорил, что осталось буквально мало до пенсии. Вот дослужит и уйдет на пенсию. В середине нулевых Арман Наренбаев, пройдя армейскую срочную, решил сделать защиту Отечества делом жизни. Служил в военных частях юга страны. В конце февраля этого года 39-летнего военнослужащего перебросят в Донбасс, защищать жителей Луганской и Донецкой народных республик. Последний раз на связь выходил 23-го числа. 23-го февраля. 23-го февраля. Я его поздравила с праздником. Ничего неизвестно. Он никогда ничего не говорил. Сказал, что в Крыму и все. Мы в шоке. Мы до сих пор в шоке. Не можем даже поверить в это. Очень тяжело. Мы знали, что он военнослужащий. Но то, что он именно на Украине находится в настоящее время, мы даже и не знали. Мы знали, что он жив-здоров. И нам этого было достаточно. Сегодня в честь Армана Наренбаева в его родной школе села Баклане организовали урок мужества, после которого у каждого учащегося была возможность возложить цветы к фотографии погибшего земляка. В его поступках, когда он защищал слабых, вот кого-то обижает, он защищал, было видно, что этот человек уже в будущем будет защитить нас. Обитый тканью цинковый солдатский гроб на крышке с российским триколором парадная фуражка Армана Наренбаева. Военный комиссар региона Игорь Кремлёв вручает близким родственникам погибшего военнослужащего орден мужества посмертно. Хорошо, что вам вручить этот орден. Слова прощания звучат отовсюду. Проститься с погибшим астраханцем в Баклане приехали представители регионального правительства. Россия на сегодняшний день стоит на пороге серьёзного испытания. И благодаря таким воинам, как Арман, мы имеем шанс и имеем возможность того, что будущее наше будет мирным и спокойным. Арман Наренбаев исполнил свой долг ценой собственной жизни. Сегодня с ним простились родные, близкие и совершенно незнакомые люди, которые точно будут помнить его имя и запомнят его подвиг. Артём Лепёхин, Арман Черкашин, Центр новостей. Астраханская область готовит к отправке вторую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 25 тонн груза готова к отгрузке. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава региона Игорь Бабушкин. В две фуры погрузят 15 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. На Донбасс от региона отправят и строительные материалы, которые предоставили астраханские предприниматели. За двое суток на складах собрали 10 тонн леса, шифера, фанеры, гвоздей, шурупов, рубероида. Региональный Минпром предоставил для транспортировки гуманитарной помощи дополнительный КАМАЗ. На сегодняшний день в Центры социальной поддержки населения обратились 39 граждан ДНР и ЛНР. Все они прибыли в Астраханскую область самостоятельно. Из них 24 подали заявление на материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. В Астрахани продолжает работать единый телефон горячей линии для оказания помощи жителям, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик. Задать вопросы и получить помощь можно по номеру 44-22-32. Российским спортсменам запретили выступать на Паралимпиаде в Пекине. Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Они не будут допущены к соревнованиям. Многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу. Сообщается, что в Олимпийской деревне начала создаваться напряженная ситуация. Учитывая все это, Международный паралимпийский комитет решил отстранить россиян и белорусов. Конечно, все озлобились на нас, потому что все боятся больших и сильных. Мы, к счастью, такие. Я имею в виду нашу сторону. Вот они защищаются как могут, хотя не перестают громогласно заявлять, что спорт вне политики. Двойные стандарты. Никуда от этого не деться, к сожалению. Конечно, очень жаль спортсменов, которые не смогут выступить. Они столько работали, получали травмы, восстанавливались и снова превозмогали, чтобы достойно выступить на паралимпиаде. А тут их лишают такого права. Горько и обидно за наших ребят. А другие, конечно, порадуются, так как конкуренция заметно снизится. И медаль смогут заявать те, кто даже близко к ней не приблизился, если бы наши спортсмены участвовали. Олимпийский комитет России сегодня выступил с заявлением от отстранения российских спортсменов от международных соревнований. По мнению членов комитета, подобные решения не имеют ни одного правового основания, носят дискриминационный характер по отношению к россиянам, нарушают фундаментальные принципы олимпийской хартии. Спорт должен при любых обстоятельствах оставаться вне политики. В ОКР намерены отстаивать права и интересы россиян. В судебном порядке российских спортсменов поддерживают и представители регионального спортивного сообщества. Страна лишилась очень много международных соревнований на сегодняшний день. И наши спортсмены, наши области, Астраханской области, также лишились данных соревнований и выступлений на крупных турнирах. Но мы считаем и выражу, наверное, общее мнение, что спорт вне политики. И надеемся, что все наладится, и наши спортсмены все-таки опять выйдут на международные соревнования защищать честь страны. Игры между сборными России и Польши по гандболу не состоятся. Европейская федерация гандбола отложила проведение матчей квалификации Евро-2022 между женскими сборными России и Польши. Сегодня встреча должна была пройти в Кашалине и 6 марта в Астрахани. Но, увы, решение Европейской гандбольной федерации обсуждаем сегодня со Львом Ворониным, генеральным директором Федерации гандбола России. Здравствуйте, Лев Геннадьевич. Здравствуйте. Как федерации отреагировали на отмену матча Россия-Польша, ответный матч которого, кстати, должен был состояться в Астрахани? Ну, с большим сожалению, на самом деле. Мы очень рассчитывали, что мы все-таки эту игру в Астрахани сыграем. Тем более, мы всегда говорим, что для федерации астраханская площадка она всегда являлась счастливой. Какой путь развития отныне будет у отечественного гандбола ввиду запретов и ограничений? Мы в любом случае на сегодняшний день сконцентрировались на том, чтобы закончить чемпионат этого сезона. Это однозначно наша сегодняшняя задача. Соответственно, также закончатся российские соревнования среди детей. И будем, наверное, сейчас разрабатывать какие-то проекты в связи с тем, что пока на международной арене играть мы не можем. Что бы вы хотели пожелать профессиональным астраханским командам «Динамо» и «Астраханочка»? Я хотел бы им пожелать хорошего окончания сезона, удачного окончания сезона. И в любом случае, чтобы игроки все были здоровы, никаких травм. Ну и усердно трудились, соответственно, труд вознаграждается. Спасибо, Лев Геннадьевич. На прямой связи со студией был Лев Воронин. Обращение астраханских депутатов об агрессивных собаках поддержали более 20 регионов страны. Региональные парламентарии выступают за эвтаназию для агрессивных собак. Напомним, обращение в правительство страны областная дума направила в начале февраля. Депутаты регионального парламента предлагают законодательно разрешить умершвлять безнадзорных агрессивных собак. По мнению парламентариев, прежняя концепция по отлову собак не приводит к уменьшению количества безнадзорных животных на улице. Безнадзорные животные наносят ущерб и сельхозпроизводителям уничтожают скот и птицу. В регионах, в том числе Астраханской области, есть человеческие жертвы. Спикер областного парламента Игорь Мартынов отметил, что нужно добиться гуманного обращения с животными. Вместе с тем, безопасность и здоровье людей в приоритете. Практика показывает, что действующие законы не сильно помогают на местах. В связи с этим, необходимо изменение федеральное законодательство в сфере обращения с животными. Мнение астраханских депутатов поддержали более четверти регионов страны. Потому что видим, насколько эта история волнует всех астраханцев. Да я уверен, что не только астраханцев, но и всех россиян. А в то же время мы понимали, что эта история не быстрая, эта история не простая. Вот на сегодняшний день 22 законсобрания уже нас поддержали. Любой законопроект это будет сложно. Встречая, может быть, даже их сопротивление проходить в комитеты и все согласовательные вещи в Государственной Думе России. Но тем не менее, надеюсь, мы будем продолжать эту работу. Сотрудники Россельхознадзора выявили несанкционированную свалку в Янатайском районе. Площадь загрязнения составляет почти 18 гектаров. Сотрудники ведомства обследовали земельный участок западнее села Ленина. На землях сельхозназначения они обнаружили свалку твердых бытовых отходов. На территории разбросаны строительный мусор, битое стекло, пластиковые и стеклянные бутылки и полиэтиленовые пакеты. Участок никак не огорожен. Будут осуществлены отборы проб почвы на химико-токсикологические показатели, а именно тяжелые металлы и бензопирен. Отобранные пробы будут направлены в ФГБУ Ростовский референтный центр Россельхознадзора для исследования. По итогам экспертизы будут приняты решения о дальнейшем принятии мер и привлечении лиц к административной ответственности. Всего на объекте было отобрано 6 проб почвы. Все они упакованы в сейф-пакеты и направлены на исследование в астраханский филиал Ростовского референтного центра Россельхознадзора. Тяжелые металлы имеют способность накапливаться в почве, что способствует снижению запасов органического вещества почвы и ее фильтрующей способности. Вследствие загрязнения почвы тяжелыми металлами нарушается баланс питательных веществ в почве. Астраханцы могут принять участие в поэтическом конкурсе. Заявки после праздников смогут подать все, кто чувствует в себе поэтический талант. Литературный конкурс, посвященный Дню Победы, проведет региональное отделение Союза писателей России при поддержке Думы Астраханской области. Сегодня в облдуме наградили лауреатов областного литературного конкурса в Средьяковском в 21 веке. В конкурсе приняли участие более 250 человек из всех районов области. 12 поэтов стали лауреатами. Конкурс проводят более 20 лет. За это время были открыты десятки имен. Авторы теперь входят в Союз писателей России. При поддержке областной думы Союз писателей опубликовал два сборника стихов лауреатов прошлых лет. Мы готовы участвовать в этом процессе. Самое главное, чтобы было что. А уж это ваша часть. Не могу не испытывать благодарности к людям, которые, скажем так, не в самых лучших условиях и временах несут русскую культуру. А говоря высокими словами, вы именно это и делаете. Сегодня в России отмечают Всемирный день писателей в Астраханской области. Региональное отделение Союза писателей России действует почти 60 лет. Его возглавляет поэт, прозаик, публицист Юрий Щербаков. В писательской организации состоит более 40 литераторов. Поэзией увлекаются астраханцы разных профессий и возрастов. Некоторые уходят из профессии и посвящают все свое время литературному творчеству. По профессии сфера туризма у меня. Менеджер по туризму. Но почему-то душа все равно тянулась к чему-то такому более глубокому, что ли, более такому. И у меня почему-то проснулось, что я дочкой занималась в какой-то время, а сейчас я более свободна, дочка уже росла. Я решила все-таки посвятить своему любимому делу. Теперь заняться этим профессионально. Душа радуется, когда объявляешь очередной конкурс и каждый раз думается, что наша сложная жизнь не располагает вроде бы к изящной литературе, к поэзии в том числе. Но каждый раз, к счастью, в этом разочаровываешься. Потому что люди, которые пишут и пишут, хорошо есть. И слава богу, они появляются. И конечный итог, конечно, это рост профессионального мастерства. На этом у меня все новости к этому часу. Следите за новостями на нашем сайте а24.press. Там же можно посмотреть записи наших программ, фильмов и проектов. Есть возможность смотреть и прямой эфир. Присылайте ваши видео и темы для репортажей в мессенджерах. Номер вы видите на экране. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на Астропин-24. Астропин-24. Игорь Негода. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok